Добрый день. Новости на телеканале Югра в студии Илья Райшев. В эти дни в Сургуте проходят показы драматического спектакля «Шахтерская дочь» и детской постановки у Ковчега-8. Донецкого республиканского академического малоежного театра. Спектакль «Шахтерская дочь» основан на одноименной поэме Анны Ревякиной и поставлен благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Визит в Югру организован в рамках проекта программы Министерства культуры «Большие гастроли» для укрепления дружеских связей между регионами. Донецкие театралы уже успели посетить Нижний Вартовск и Коголым, а впереди у них выступления в Нягоне и Егорске. Также театральная труппа представит спектакли в Ханты-Мантийске в рамках культурной программы кинофестиваля «Дух огня». Главная героиня теряет отца, девушка Мария теряет отца и идет по его стопам, становится снайпером. И те переживания, те эмоции, которые она переживает в этой ситуации, те эмоциональные фон, которые переживали все жители Донецка в этот период времени, лето и осень 2014 года, это в этом спектакле показано. Не скажу, что она сугубо для Донецка, понимаете, для Донбасса, потому что проблемы-то все-таки общие для всех. Может быть фон и предлагаемые обстоятельства этих проблем другие, но никто ж никуда не девает им потерю, никто никогда. Потеря, она везде для всех потеря, никто никогда не девает выбор между, то есть насколько ненависть может тебя поглотить, насколько ты можешь ее преодолеть, насколько ты можешь оставаться человеком даже в сложное, трудное время. На площадках фестиваля «Дух огня» обеспечили беспроводную связь. Ростелеком оборудовал 25 точек доступа в Wi-Fi в залах и аудиториях «Югроклассик», а также в помещениях колледжа, интерната, центра для одаренных детей Севера. На этих локациях пройдут различные мероприятия фестивальной программы. Скорость приема и передача данных составляет не менее 100 мегабит в секунду. При этом объем входящего и исходящего трафика на всех площадках безлимитный. Например, в Большом зале «Югроклассик» подключиться к публичному Wi-Fi смогут одновременно тысяча пользователей. Именно на такое количество зрителей рассчитано помещение. Зрители, участники и звездные гости культурного форума смогут мгновенно делиться фото и видеоконтентом в социальных сетях. Связисты также предоставили организаторам возможность проведения в дни фестиваля сеансов видеоконференц-связи. Добавлю, фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Более 30 тысяч югорчан уже выбрали объекты для благоустройства в следующем году. Рейтинговое голосование, напомню, проходит в рамках нас проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента. В этом году выставлены 42 объекта в 16 муниципалитетах округа. Голосование проходит на сайте 86.городсреда.ру и продлится оно до 30 апреля. Нижневартовские горожанам представили два объекта. Это создание бульвара у Комсомольского озера и еще один бульвар на набережной Абии. Свои голоса уже отдали порядка 7,5 тысяч вартовчан. Волонтеры благоустройства работают на улицах населенных пунктов региона. Добровольцы показывают проекты реконструкции территорий, помогают принять участие в голосовании и отвечают на вопросы жителей. Мы приходим на точки и рассказываем людям о том, что у нас проходит всероссийское голосование. И стараемся их натолкнуть на то, чтобы они проголосовали, потому что это действительно вклад в дальнейшее развитие нашего города. И это действительно очень важно. Для студентов технологопедагогического колледжа в Ханты-Мансийске построили новый корпус площадью более 10 тысяч квадратных метров. Всего он вмещает до 450 обучающихся одновременно. Здесь могут заниматься около 20 групп. Построили здание в короткие сроки, всего за один год и три месяца. В рамках заседания штаба по объектам капитального строительства уже прошла общественная приемка. Уже 1 сентября студенты-технологопедагогического колледжа будут осваивать новый комфортный корпус. Пока здесь еще пустые кабинеты и коридоры, но уже совсем скоро здесь появится просторная аудитория с современным оборудованием, столовая на 150 человек, а также библиотека с книгохранилищем и спортивный зал с раздевалками, душевыми и тренерскими. Это образовательное пространство, которое создает условия и стимулирует ребят в получении знаний. Ну и как минимум это место, где ребята проводят большую часть дня, большую часть жизни. Во время обучения в колледже, конечно, оно должно быть комфортным и привлекательным. Все это в одном мы получили. Здесь современный стиль, современный дизайн, современные подходы. Колледж построили в рамках реализации национального проекта образования. Студентам предстоит заниматься в аудиториях-трансформерах. Они будут подстраиваться под потребности образовательного процесса. Отдельно оборудуют зал для демонстрационного экзамена по поварскому делу. И так для каждого направления. Скоро здесь появится и криминалистическая лаборатория. Здесь во все учебные аудитории закупается современная мебель. Очень одноместные, двухместные для лекционных занятий. Полностью укомплектовывается спортивный зал, тренажерный зал. То есть к тому оборудованию, которое мы уже имеем, будет некоторое добавление. И в новом спортивном зале как раз будет размещена мастерская по физической культуре и спорту. Корпус фактически построен по заявкам самих студентов. Они непосредственно участвовали в создании проекта здания. Мы работали со студентом, которым согласовывали дизайн проекта. Они нас правили, корректировали. Вот я говорил Наталье Владимировне об актовом зале, который мы полностью изменили, потому что студентам он был неудобный. В новом актовом зале студенты творческих направлений смогут реализовать все свои идеи. Зал оборудован необходимой аудио- и видеосистемами. Множество прожекторов помогут реализовать самые разнообразные режиссерские задумки. Мы просто находимся сейчас в восторге от нового актового зала. И хочется вот прямо сейчас приехать сюда и заниматься уже здесь, а не дожидаться следующего года. В новом здании также предусмотрена безбарьерная среда для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Пандусы, поручни, а также информационные стенды со шрифтом Брайля. В корпусе есть условия не только для учебы и творчества, но и для комфортного передвижения и жизни всех обучающихся. Как на расстоянии 4000 километров дети Макеевки и Югры видят территории, которые стали побратимами? Если взрослые имеют представление о шахтерском крае и крае нефтяном, то дети все видят по-своему и порой парадоксально. Детсадовцы из Макеевки и Коголыма обменялись рисунками. Дело в том, что организации давно дружат и посылают друг другу подарки. Дети в садике номер 37 при фронтовой Макеевке рисовали Югру. Это крайне интересный эксперимент, в том числе для социологов. Как самые маленькие жители Донбасса видят нас, жители севера, края, откуда в Макеевку идет помощь. Как представляетесь из север? Что там? Прохладно. Там строят дома и одевают шубу. А шуба из чего? Из кожи. Из кожи кого? Из шубы. А какое там главное животное, как вы думаете? Олени. Олени. Сейчас для детей Макеевки север огромной страны, частью которой Донбасс стал совсем недавно, остается пока еще чем-то сказочным и далеким. Алиша, а вот еще кроме снега что-то есть еще на севере? Да. Север, сияние. А люди там какие, как думаешь? Снежные. Юлия Ищенко была в Югре по обмену опытом воспитателей уже несколько раз. О шефе регионе с детьми в садике говорят, рассказывают о промышленности и природе. Но малыши знают главное. Дети представляют себе север как что-то сказочное. Ну вот да, первый вопрос, который мы задаем, как вы себе представляете, север, они говорят Дед Мороз. Потому что если север, значит это что-то волшебное, сказочное и прекрасное. Что получилось? Вот. Вот. И кто тут у нас получился? Это олень, север, север, елочки, снежок. Эти рисунки отправились в Коголымский детский сад «Золушка», откуда в дошкольное заведение Макеевки приходили подарки на тот же Новый год. Ответные ожидания у ребят, что нарисуют им дети из Коголыма, конечно же, были. Как вы думаете, что они нарисуют? Они нарисуют наш садик, конечно же, нашу школу. А что еще у вас в Макеевке интересное? Ну, Коголымский детский садик. Ну, из-за такого нехватки. Дети Коголыма со своей стороны тоже имеют представление о Макеевке. Схематичное, но в целом верное. Ну, Макеевка – это огромный город, там, где живут люди. Там есть много памятника, шахты. Шахты забывают уголь. Еще там, ну, можно, смотрите, разные памятники. Например, памятник шахтеров, которые погибли из-за обвала. Там добрые люди. Я бы хотела там найти себе друзей. Эти маленькие жители большой страны, конечно же, подружатся и узнают о регионах гораздо больше. А задача нас, взрослых, сделать так, чтобы рисунки детей были только о мирной жизни. Виталий Сопрыкин, Курпун телекомпании «Югра» в Макеевке. У меня на этом все. Не пропустите итоговую программу. Больше чем новости 18.30. Прямо сейчас на телеканале «Югра» прогноз погоды и коммерческая информация.